Что происходит в регионе, расскажем прямо сейчас в студии Анны Рязанова. Добрый день. В Архангельске родители привлекут к административной ответственности за ДТП с участием их сына. Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье на улице Павла Усова в областном центре. Водитель Митсубиши двигался по улице Павла Усова, когда неожиданно со стороны тротуара под колеса автомобиля выбежал шестилетний мальчик. Его на противоположной стороне дороги ждал десятилетний брат. В результате ДТП ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован. Он бежал вдоль дороги, что насторожить будет. Бежит и бежит ребенок. Просто в последний момент через спинок брату, не посмотрев ни направо, ни налево, побежал через дорогу. По факту данного ДТП проводится проверка административная, в рамках которой рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неближайшее исполнение своих родительских обязанностей. За минувшие выходные на дорогах Архангельска в ДТП пострадали четверо детей. ГИБДД напоминают, если водитель видит рядом с проезжей частью ребенка, необходимо быть готовым к его непредсказуемому поведению, в том числе резкому появлению малыша на проезжей части. Совет очевиден. Заранее сбросить скорость и увеличить дистанцию между автомобилем и ребенком. В областном центре непривычно большое внимание этим летом уделяют системе уличного освещения. Муниципальное предприятие «Горсвет» проводит ремонт светильников и воздушных линий электропередач. Плановые работы ведутся по всему городу. Помимо ремонта действующих сетей и замены светильников, в этом году также приступили к восстановлению давно заброшенных бесхозных и прокладки новых участков системы наружного освещения. Так, до конца года будет освещен проспект Новгородский, улицы Павлоусова, Нагорная, Полина Осипенко и многие другие, до недавнего времени погружающиеся в темноту с окончанием сезона белых ночей. Всего за 2017 год в Архангельске планируется проложить более 7 километров новых линий наружного освещения. Муниципальное предприятие «Горсвет» продолжает систематическую работу по восстановлению заброшенных линий наружного освещения. Так, в самые ближайшие дни будет завершена работа по восстановлению линий наружного освещения на мосту через реку Юрос, а также на набережной Северной Двины на участке от улицы Садовая до улицы Шубина. Пьяную вечеринку на улице Тимме в Архангельске прервали сотрудники полиции. Местный бомон собирался в пятийных заведениях под названием «Бар и кулинария». Но контрольная закупка выявила – от переменной вывески содержание не меняется. Под личиной предприятий общественного питания скрываются обычные торговые павильоны, продажа алкоголя, в которых по ночам запрещена. В рейд сотрудниками полиции выезжала наша съемочная группа. На часах начало 11 вечера, а веселье на улице Тимме только начинается. Эти два заведения давно набили оскомину и горожанам, и полиции. Уже не впервые владелицы продавцы этих павильонов платят штрафы за незаконную продажу алкоголя. Но очередная контрольная закупка – и снова нарушение. Не почуяв подвоха, продавцы пробили алкоголь и нашей съемочной группе. Жвачку за 35 и бутылочку светлого. А можно я за пиво вам наличкой заплачу? У меня не хватит на карте. Да, конечно, можно. Вот наш улов. Бутылка пива алкогольного. Нам дали даже чек. Крышка не открыта. Налицо прямое нарушение законодательства. По факту это не стационарный торговый павильон, а значит продавать алкоголь после 9 вечера здесь запрещено. На вывеске владелец назвал свои заведения пивбаром и кулинарией. Считает, что превратил таким образом забегаловки в предприятие общественного питания, где продавать алкоголь в ночное время можно. Но полицию не обманешь. К ресторану или бару эти киоски не имеют никакого отношения. Вы часто знаете то, что не соблюдаете? Нет, нет. Все вопросы на тяпке. В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях. Также протоколы об административном правонарушении составлены в отношении владельца торговых точек. Теперь и продавцов, и владельца ожидают штрафы. Те, кто продавал, заплатят до 2000 рублей. Тот, кто приказал продавать, до 40 тысяч. Но это не единственное наказание. Сейчас решается вопрос о сносе этих торговых павильонов. Ирина Ившина, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Шенкурске местные власти не первый год проводят конкурс на звание образцового дома и двора. К чему это привело, знает Михаил Меньшинин. Четыре года назад Татьяна Лиханина вместе с мужем купили в Шенкурске полузабытый земельный участок со старым домом. Постепенно стали благоустраивать его. Там, где раньше были дикие кусты и трава, теперь аккуратные дорожки и клумбы. А старый дом и вовсе выглядит как новенький. И вывеска соответствующая – дом образцового содержания. Был сюрприз для нас тоже, мы не заявлялись для участия в конкурсе. Комиссия попросила разрешения зайти на территорию. И потом нам объявили, что оказывается наш дом признан домом образцового содержания. Даже не знаю за что. Но благодаря мужу, наверное, за аккуратные постройки, за порядок. Пока домов образцового содержания в Шенкурске всего шесть. Пополнить их ряды стремятся многие. Но это не просто. Конкуренция высокая. Кроме официального признания домохозяйства, образцовым семья получает полезные призы. У нас не просто призы, какой-то ценный подарок или сертификат на определенную сумму рублей. Это садово-огороднический инвентарь. То есть, чтобы поддержать и помочь, мы покупаем иногда краску, иногда грабли, веники, в общем, лейки, секаторы. В общем, вот такие, так скажем, подарочные у них наборы. При этом, если хозяева перестанут следить за своим двором и домом, то статус образцового рискуют потерять. А потому победа в конкурсе не дает повода расслабиться. Скорее, добавляет ответственности и понимание, что внешний увлек город в Шенкурске действительно делают люди, которые тут живут. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение, Шенкурский район. Информационную картину дня расскажем в 19.20. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова